Я Тимофеева Татьяна Владимировна, живу вот здесь вот на улице Карбушинской, дом 5. Являюсь непосредственно хозяйкой дома и соседкой Фёдора Кунихова. Изначально здесь был дом на два хозяина. Получается, что хозяйки второй половины я и моя мама, а вот этой половины он. И он начал строить... Дом сгорел? Дом сгорел в 2000 году. Вот, с его стороны начался пожар, всё сгорело. Мы вот сначала поставил он вот эту половину дома, часовню, потом вот ещё вот пристроил, ещё вот там часовенька стоит. Соседи пожаловались мне на то, что Фёдор никак не выходит с ними на связь и не ухаживает за своим участком. Он порос вот таким вот огромным бурьяном пожароопасным, плюс у участка нет забора, и поэтому на него проходят регулярно какие-то маргинальные личности. И соседи боятся очередного пожара. Я не прошу ничего сверх того, что можно сделать. Я прошу сделать забор и хоть как-то облагородить его, чтобы он облагородил свою территорию. На день военного морского флота, я могу даже подтвердить, вот фотографиями всё, приехал его обожатель, нашёл глубинную бомбу, как он сказал. Что это такое, я не знаю, мы можем пройти, посмотреть, эта штука так лежит. Приехали полицейские, приехали кинолог с собаками, всё здесь проверили. Приехали МЧСники. Фотографии я могу предоставить. Всё посмотрели, всё здесь отцепили, верёвочка лежит. Они ходили здесь, всё посмотрели. Оказывается, что это, оказалось, что это не глубинная бомба, это оказалось, что какая-то деталь буя. Да, вот, они не могли ни туда достучаться, никуда, ничего. Там вот дальше лежат бачки из-под газа. Газовые баллоны. Газовые баллоны. Якобы они не наполнены, пустые. Но когда приезжали МЧСники, они были с газом. Вот этой вот там второй половинке, там без двери, без всего, там очень пахло газом. Сказали сами МЧСники, это не мои слова. Он дал мне, давал мне свой номер телефона, но, к сожалению, я сейчас не могу даже набрать. Набранный вами номер временно заблокирован. Sorry, the number. Вот. Так, на сына выходили. Что сын говорит? На сына. Сын говорит, что батюшка здесь, ну, будет приезжать, молиться, будет что-то делать. Но с того момента прошло уже лет восемь, и ничего не делается. Просили из госконтроля, да, приходили. Требовали, что, да, сколько раз требовали. Ну, сделайте сам ему забор. Ну, какой я имею. Вот тут уж я какое право ему делаю забор. За свой счет я должна, если он участник, они не могут там это повлиять, если говорить, с полкома. Я должна ему строить за свой счет забор. Он сам вообще живет. Вообще ничего он не делает. Он приезжает очень редко на пять минут. Спонсоры все это делают. Ну, найди ты, если тебе это на миллионы сделали спонсоры, найди ты. Таких людей хотя бы порядок навели. Убрать вот эту траву, потому что уже несколько раз горело. Моя мама, человеку 70 с лишним лет, она выбегала и все это тушила. Кстати, на другой части города, недалеко от моего дома, на гражданке, Федор Конюхов вместе с Викой Цыгановой пытались поставить тоже часовню и такой специальный знак, посвященный всем морякам, мореплавателям. Но этот знак, вот постамент, от которого остался, периодически какие-то вандалы разбирали. И часовня бревенчатая, которая здесь стояла, тоже всю разобрали и раскидали по всей округе. Неизвестные люди. После чего, вот буквально в двух, ну в нескольких десятках метрах отсюда появилась взлетно-посадочная вертолетная площадка для вертолета Патриарха, РПЦ Кирилла, который вот сюда периодически теперь приземляется и взлетает. Вот, если бы здесь была бы часовня, она бы, естественно, мешала бы посадке вертолета. Так, он очень хороший человек, он адекватный, все, он поговорил, все, с ним реально приятно обеседовать. Он хороший человек. Он как-то был знаком с прежними хозяевами, и они ему вот якобы как благотворительность там отдали. Так как человек является любимцем нашего президента, многоуважаемого Путина, ну давайте мы напишем ему письмо, пускай он выдаст следующему премию забором, чтобы он смог поставить его здесь, если на то пошло. Я понимаю, что он пенсионер, да, денег нет. Ну мне мама тоже пенсионерка. Ну человек находит на свою маленькую пенсию, приходит здесь, делает. Давайте так хотя бы, если он не может выделить деньги для забора. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА